Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, во вторник, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 1 по 3. Послушаем это евангельское зачало в прочтении иродьяка на Святотроицкой Александра Невской лавры отца Даниила. Вовремя луну, прохождаши Иисус сквозь грады и веси, проповедуя и благовествую Царствие Божие, и обема на десять с ним, и жены некие, я же бяху исцелены от духов злых и недух. Мария, нарицаемая Магдалина, из нея же бесов сеть мы зыде, и Иоанна, жена Хузаня, приставника Иродова, и Сусанна, и Ины, многие, я же служаху Ему по имени своих. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с ним двенадцать, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышло семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим». Господь наш Иисус Христос начал свое служение в синагогах, там, где изучалась мудрость Священного Писания, где Он мог рассчитывать встретить восприимчивых и отзывчивых слушателей проповеди Царства Божия. Но вместо радушия Господь встречал сопротивление. Вместо внимательных слушателей, книжников и фарисеев, открыто и холодно наблюдавших за Ним, чтобы найти предлог для обвинения в богохульстве. Синагоги больше не были открыты для Него, как это было ранее, и поэтому Господь направился по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. Вся жизнь Спасителя – это проповедь благой вести миру. В этом подвиге Господь не знает усталости. Благая весть Царства Божия – это радость, которую Господь пришел дать всем людям. Он переходит с места на место, всюду творя добро, желая избавить всех от мрака неведения, являя этим пример для своих учеников, которые должны будут пройти через все народы земли, как Он прошел через города Израиля. Блаженный Феофилакт пишет, «Сойдя с неба за тем, чтобы во всем представить нам собой образец и предначертание, Господь научает нас не лениться в обучении, но обходить по всем местам и проповедовать. Ибо что Он не делал, делал для наставления нашего. Он проходил по всем городам и селениям и водил с собой двенадцать учеников, которые не учили, не проповедовали, но сами от Него учились и назидались делами Его и словами Его. Христу также сопутствовали и женщины, которые служили Ему имением своим. Имена трех из них указывает евангелист Лука – Мария Магдалина, Иоанна, жена Хузы, и Сусанна. И если про Сусанну нам особо ничего не известно, то имена Марии из Магдалы и Иоанны говорят нам больше. Мария Магдалина – женщина с сердцем, полным благодарностью Господу за изгнание из нее семи бесов. После своего исцеления Мария Магдалина не оставляла своего Спасителя, везде сопровождая Его и служа Ему с любовью. За свою любовь и преданность она была вознаграждена видением воскресшего Спасителя первой среди учеников Христовых. Среди этих женщин также находилась Иоанна, жена Хузы домоправителя царя Ирода. У царя было много имущества и доходов, а домоправитель как раз управлял его финансовыми делами. В Римской империи, даже в тех областях, которые управлялись проконсулами, назначаемыми сенатом, римский император имел своего домоправителя, следившего за его интересами. Домоправитель был самым доверенным и важным сановником двора. И вот мы находим вместе Марию из небольшой деревушки Магдалы и Иоанну, жену придворного сановника. Такие разные люди оказываются рядом и служат Христу, что еще раз говорит о том, что перед лицом Божьим все люди равны и для Господа вашим любой человек. Ведь когда в центре жизни находится Христос, тогда оказывается возможным всякое служение. Важно также отметить, что Господь не звал этих женщин следовать за собой, но они сами пошли за Ним, как за единой целью своей возрожденной жизни, как за вечной истиной, как за своим Спасителем и Сыном Божьим, избрав нищету ради Христа и со Христом. Они сами покинули свои дома, дела, имущества, семьи и пошли за Господом, радуясь, что хоть чем-нибудь могут Ему быть полезными. Помощь же их была практической, поскольку женщинам не полагалось проповедовать, они самоотверженно служили своим трудом. Святитель Феофан Затворник замечает, Господь проповедует, жены служат Ему от имений своих и таким образом как бы являются соучастницами в самой проповеди. Не всем дано проповедовать Евангелие, но все могут содействовать Его распространению и быть соучастниками в этом первом на земле деле. Как важно, дорогие братья и сестры, не забывать о том, что главную работу не всегда выполняет человек, находящийся на первом плане. И действительно, если задуматься, многое могло бы у нас не получиться, если бы не самозабвенная поддержка и неустанная забота близких нам людей, выражающиеся в добрых поступках по отношению к нам, в стремлении потрудиться для нашей пользы. Эти поступки и являются отражением настоящей любви, не малейшего превозношения, а лишь скромность и готовность послужить. У каждого из нас есть свои имения. Это качество души и таланты, с помощью которых мы можем служить людям, служить Господу, потому что служение ближнему посредством проявления доброты и милосердия является лучшей проповедью. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok